Интеллектуальная игра Игра для команд состояла из пяти туров Каждый из них включал в себя от пяти до десяти вопросов на определенную тематику От принципов государственного устройства до развития культуры и искусства в период СССР На обсуждение ответов отводилось определенное организаторами время от 30 секунд до двух минут Очень важно знать прошлое, потому что, зная прошлое, мы можем анализировать совершенные ошибки И пытаться не допустить их в будущем Вообще, для меня квизы всегда проходят под девизом Лучше знать и не нуждаться, чем нуждаться и не знать Ключевое требование, которое было представлено студентам Знание текста и смысла государственно-правовых документов рассматриваемой эпохи Понимание исторических событий, а также умение быстро реагировать на поставленные вопросы В условиях конкуренции и в атмосфере состязания Грант целен на привитие студентам и школьникам любви к истории Развитие критического мышления, поскольку история – это всегда различные точки зрения, различные мнения То есть студенты здесь узнают что-то, потому что почитают новую информацию И у него уже начнут складываться определенные понятия об истории Также отметим, что помимо командных соревнований на квизе был представлен и конкурс капитанов Он состоит в проведении определенного состязания Конкурс капитанов команды, он проходит в немного другом формате Капитан готовит презентацию на тему, в этот раз, значимость личности в истории И сдает ее организаторам, после чего жюри уже в закрытом формате отсматривает презентацию и уявляет лучше Отметим, что подобные интеллектуальные игры проводятся в Казанском федеральном университете регулярно И с каждым разом количество желающих побороться за звание самой эрузированной команды становится все больше Александр Фирсов, Карина Саяхова, Фариза Хитаглы, Универньюз